Антон Павлович Чехов 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 Ожидали нетерпеливо. Ну, что же, скорее думай. Сейчас, сейчас. Васильевичу, Якову Васильевичу. Забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин? Не, не, не Кобылин. Постойте. Жеребцов, не что? Нет, не Жеребцов. Помню фамилия Лошадиная. А вот какая из головы вышибла? Жеребятников? Никак нет. Постойте. Так, значит, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев. Ну, это же совсем не лошадиная. Жеребчиков? Нет, не Жеребчиков. Лошадиный Лошаков, Жерекопы. Все не то, все не то. Ну, а как же я буду ему писать? Ты подумал? Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, Лошадкин, Кобылкин, Коренной, Коренников? Спросил генераль же. Никак нет. При стяжке нет, не то, не то. Забыл, а? Так какого же черта тебе возьми? С советом лезешь, ежели забыл, рассердился генерал. Стопай вон отсюда. Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку, заходил по комнате. Ох, батюшки, вопил он. Ох, матушки, ох, света белого не вижу. Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилии Акцизнова. Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко, да нет, не то все, Лошадников, Лошадьевич, Жеребкович, Кобылянский. Немного погодя его позвали господа. — Вспомнил? — спросил генерал. — Никак нет, Ваше превосходительство. Может быть, Канявский, Лошадников? Нет. И в доме все на перерыв стали изобретать фамилию. Перебрали все возраста, полы, породы лошадей, вспомнили гривы, копыта, сбруи. В доме, в саду, в людской и в кухне люди ходили из угла в угол, почесывали лбы и искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. — Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? — Жеребяковский? — Никак нет, — отвечал Иван Евсеевич. Подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев. — Папа! — кричали из детской. — Тройкин! — Уздечкин! Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми толпами. — Гнедов, — говорили ему, — Рысистый, Лошадицкий. Но наступил вечер, а фамилия все еще никак была не найдена. Так и спать легли, не вспомнив и не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно приказчику. — Немерено в лес, — спросил он плачущим голосом. — Нет, немерено ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеевич. И виновато вздохнул. — Да, может быть, фамилия не Лошадиная, а какая-нибудь другая. — Истинное слово ваше превосходительство. Это очень даже отлично помню. — Эки ты какой, братец беспамятный. Для меня теперь эта фамилия дороже кажется всего на свете. Замучился. Утром генерал опять послал за доктора. — Пускай рвет, — решил он. — Нет больше сил терпеть. Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал уснул. Сделал свое дело и получил, что следует за свой труд. Доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеевича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившей его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряжены и мучительны. — Буланов, через сидельников, — бормотал он, — засупонин, лошадский. — Иван Евсеевич, — обратился к нему доктор, — не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужики овес, да уж больно плохой. Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора и как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе. С такой быстротой точно за ним гналась бешеная собака. — Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом и, влетая в кабинет, к генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! — Овсов! Овсов фамилии Акцизнова! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову! — Нокосе, выкуси! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии. Нокосе, выкуси!